Это имя выстреливает словно пробка от бутылки, удар в пинг-понг или какой-то хлёсткий символ пролетариата. Рисовать вечность у дел немногих посвященных. Для этого нужно иметь просто дар необычного. Умение попасть в символический мир и посвятить этому своё существование на Земле. Вокруг фамилия Рерих, большой пласт научных изысканий, психоанализа, просветительской и исследовательской деятельности. Для нас подобный формат первый, в связи с тем, что это пилотный проект в Казани. И вообще Казань в этом смысле удивительный для нас город, где так горячо и искренне принимают наши образовательные проекты. К честным я отнесу, может быть, кто-то помнит, музей музыки дети несколько лет назад. Самая большая коллекция сочинений Рериха находится в Русском музее Петербурга. Как считают хранители шедевров, русский музей территории открытого пространства. А посему вывоз работ Николая Рериха не является чем-то экстраординарным. Для Казани это, несомненно, событие, когда площади Музея изобразительных искусств принимает большую коллекцию. Мы в прошлом году получили на выставку спортивную, и у нас там были интересные работы. И на будущий год мы просим Зинаиду Серебрякову. И пока отказа нет. Там была дивная совершенно выставка в Петербурге, если вы знаете. Русский музей наметил планы деятельности в Казани на весьма долгий период. Это и обучающие семинары, лекционные занятия и что-то другое, что модно назвать понятием искусства в массы. Об этом говорили представители двух больших музеев России, обладающих недюжинными коллекциями произведений русского изобразительного искусства. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.